Продолжаем выпуск. В октябре в центре скандала оказался дом-интернат для престарелых. Родственница подопечной пожаловалась в социальных сетях на якобы плохой уход за стариками и скудное питание. На Надежду Иванникову подали в суд. Учреждение намерено взыскать с женщины 300 тысяч тенге морального вреда. Эльмира Ержанова выслушала обе стороны. У Надежды Иванниковой в доме престарелых 82-летняя бабушка мужа. Женщина уверяет, что пенсионерка пошла туда по своей воле. Но родным не нравятся условия содержания. Особенно с учетом того, что 70% от пенсии пожилых людей идут на счет учреждения. Об этом Надежда Иванникова и написала в социальной сети. Все, что было написано в инстаграме, это все правда. Нет надлежащего ухода за стариками, воровство. Надлежащим образом не кормят их подобающим. Пусть работают. Это их работа, они за это деньги получают. Тем более это госучреждение, за ними должен быть контроль. Контроля как раз таки достаточно, уверяют в самом учреждении. В год не менее 18 проверок. А заработные платы более чем скромные. Санитарки за тяжелый труд получают 32 тысячи тенге. Обидно за санитарок, которые действительно родные, так не ухаживают дома, как санитарки. Помимо того, на них наговаривать, их оскорблять, обвинять воровстве огурно. После того, как в силу вступил закон, согласно которому подопечные госучреждения будут получать 30% от своей пенсии, в домах для престарелых многое изменилось. Сразу после этого из соцучреждения КТУБЕ 40 пенсионеров ушли жить к родственникам, чтобы сохранить деньги. Впрочем, новшеству не рады и в руководстве дома-интерната. В прошлом году на счет учреждения поступило свыше 14 миллионов тенге, которые породили у постояльцев жажду роскоши. Оргтехнику просят, и норковые шубы просят, есть такие заявки. Норковые шапки просят. Но это, извините, это невложно. Они считают эти 70% непосредственно их деньгами. А государство, а то это контрольный счет анализа, использовать только на приобретение. Мягкий инвентарь для карты, гигиенический инвентарь. Обижены старики и на то, что несмотря на разницу в пенсии, когда одни получают свыше 100 тысяч, а другие чуть больше 20 тысяч тенге, одежда, обувь и питание для всех одинаковое. Но ведь согласно правилам, дом-интернат обязан проводить конкурс и покупать товары у поставщиков, предложивших самую низкую цену. Что касается Лидии Суслиной, бабушки, мужа Надежды Иванниковой, она о конфликте узнала от своих соседок по комнате буквально на днях. А то все гадала, почему кормить лучше стали. Ту неделю и вот эту прямо отменно кормили, как, знаете, вроде поросят. Столько много. Вот я никогда столько мяса не ела. Это принесли прям целую ножку большую. Эльмира Яжанова, Слыхам Бекенов, Инфорум-бюро, Октябинская область.